В здании, в здании, в здании. Это только на первый взгляд патроны, которыми стреляют ребята, кажутся боевыми. Сцены военных действий воссозданы при помощи лазерного оборудования. Для фиксации выстрелов на игроков надевают жилеты и повязки со специальными сенсорными датчиками поражения. По ним фиксируется информация о так называемых убитых и раненых и передается в центр сбора. Финальный аккорд игры – захват территории противника. Это не соревновательные этапы, просто ради себя играем. Но просто ты знаешь, что если тебя попадут так же, ты так же умрешь, что и в реальной жизни, только тут другое оборудование. В принципе, есть сложности, но сложности есть для того, чтобы их преодолевать. В армии, чтобы легче было. Это же будущие защитники нашей Родины, мужчины будущие. И это те парни и девочки, которые, скорее всего, свяжут свою жизнь с защитой Родины. И поэтому они этим интересуются, и им очень-то все интересно. Чтобы в армии было легче, эти ребята с раннего детства занимаются в патриотических клубах области. Изучают тактическую, строевую подготовку, навыки рукопашного боя и даже кикбоксинг. В этот раз воспитанники военно-патриотических клубов губернии собрались на учебно-тренировочных сборах, которые поддержал фонд президентских грантов. В поселок Прибрежный прибыли школьники и студенты от 14 до 20 лет. Всего 120 будущих защитников России. Вскоре они смогут представить свои команды на уровне страны. Чтобы выходить на большие соревнования, нужно сначала на практике научиться и сборке-разборке автомата, и ввязание узлов в туристической подготовке, и знать также теоретические навыки различные. Повышать свои военно-технические навыки курсанты из Самарской области будут в течение трех дней. Сборы провели с учетом нынешней педобстановки и требований регионального Роспотребнадзора. Участников обеспечили средствами индивидуальной защиты, раздельным проживанием. В столовой ребята питаются в две смены. Ольга Павлова, Григорий Блешаков. События.